В камерном зале имени Куляш Байсиитовой прошел концерт Chamber Music Stars. Первая скрипка симфонического оркестра Астана-Опера Багдата Бельханов, лауреат международных конкурсов Сергей Васильев и приглашенная гостья альтистка Дарья Эйбушиц подарили жителям и гостям столицы незабываемый вечер. В исполнении музыкантов прозвучала композиция Кегельстад Моцарта, написанная для кларнета, альта и фортепиано. Также программу вечера украсил хорошо известный цикл Пьецолы «Времена года» в Буэнос-Айросе. Пьецола в принципе в 2021 году актуальный композитор. Конечно, актуальный не только в этом году, всегда, но поскольку праздница столетия со дня его рождения, соответственно, сейчас музыканты достаточно активно включают его произведения в свои программы. Лауреат международных конкурсов Дарья Эйбушиц в Казахстане впервые. Она рассказала о большом интересе к своему первому выступлению перед казахстанской публикой. Мне очень нравится ваша страна. Мне кажется, вы очень теплые люди, с очень большой культурой. И общение, и, как мне кажется, музыкальная культура, судя по вашему театру. Отметим, что Дарья Эйбушиц в настоящее время заканчивает магистратуру Венецианской консерватории под руководством Джан-Карла Дивакри. Также она активно выступает в концертах по России в дуэте с известным итальянским органистом Сильвио Челегиным. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В видео вошли кадры ответственной закулисной работы, которую Григорий Феликсович незримо для публики ведет изо дня в день. Он является выпускником Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова по классу хорового дирижирования и вокала, дипломанта международного конкурса певцов Ханс Габбар в Вене. Уже много лет Григорий Феликсович служит кантором Большой хоральной синагоги и главным кантором Петербурга. В Венецианском театре Ла Фениче прошел концерт классической музыки. В исполнении симфонического оркестра театра прозвучала Пятая симфония Петра Ильича Чайковского. За дирижерский пульт встал маэстро Хенрик Нанаши. Это произведение Чайковский написал в 1888 году и посвятил его Теодору Аве Лалиеманту. Более десяти лет отделяют Четвертую симфонию от Пятой. За это время создаются разные жанровые произведения, которые наполнены драматизмом и лиризмом, свойственными его сочинениям. В Пятой симфонии виден симбиоз драмы и трагедии, отступление от своего основного лирико-психологического направления, ставятся более глубокие философские вопросы, вновь открыта тема судьбы и рока. В столице открылась серия выставочных работ в рамках проекта «Казак Еле». Здесь собраны произведения художников из Казахстана, Турции и Молдовы. Также в экспозиции представлены предметы кочевого быта, уникальные ювелирные изделия и фотокартины. Выставка, посвященная 30-летию независимости, расположилась сразу на трех этажах Дворца мира и Согласия. Подразумевалось архитекторам, создателям, что нижние этажи пирамиды должны олицетворять прошлое, поэтому мы выбрали лошадь как объект искусства, во-первых, и во-вторых, как верный спутник казахского народа на протяжении тысячелетий. Поэтому международная выставка «Тулпар» представляет у нас прошлое, олицетворяет. На первом этаже раскинулась выставка, в которой представлены семь красивых историй о любви, переложенных на язык комиксов. По словам куратора проекта Лейлы Махат, так легче заинтересовать детей. На втором этаже у нас представлены две экспозиции. Одна из них – это ювелирные авторские украшения, малая пластика и инсталляция нашего большого друга, потрясающего художника и мастера Сержана Баширова. Отметим, что выставка продлится до конца января 2022 года. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. Труппа Акмолинского драматического театра 27 ноября планирует представить публике спектакль «Муму». 27 ноября в Восточно-казахстанском драматическом театре пройдет показ постановки «Тетки или авантюрная семейка». В театре имени Шанина 27 и 28 ноября не пропустите мистическую драму «Тор». Редактор субтитров А.Семкин